зима продолжается за бортом 3 марта и я отправился в довольно знакомый магазин который уже известен мне кажется каждому зрителю моего канала свернув с мневников на проспект маршала жукова я начал приближаться к магазину велоспорт всем привет друзья вот мы приехали вновь велоспорт давненько мы здесь не были но на самом деле сегодня повод просто супер важный дело в том что компанию велоспорт решил посетить менеджмент компании pardus то есть сюда приехали самые важные люди это терри алан и терри которые собственно говоря приехали с двухдневным визитом в россию для того чтобы договориться о каких-то ну интересных историй между компаниями и в результате мы возьмем сейчас интервью которое будет прямо скажем с такими острыми вопросами которые будут интересны всем погнали здравствуйте ребята очень приятно да очень приятно михао да нихао или здравствуйте как мы говорим по-русски очень рады видеть вас здесь потому что я сидел на этом диване в прошлом году с владимиром из велоспорта и мы разговаривали про бренд pardus при его первую поставку первую поставку в россию и по прошествию одного года уже вы сидите здесь вы приехали к нам из китая и это замечательное событие потому что знаете брендов у нас в россии представлено очень много но представители других компаний нас не посещали даже после пяти лет работы десяти лет работы ну а вы приехали всего лишь после одного года работы в россии и так как вам россия за один день да потому что я думаю у нас сложились очень хорошие взаимоотношения работая с велоспортом за этот прошедший год мы начали доверять друг другу мы начали размечать их заказы быстрее и и этот год особенно в данный момент я думаю нам нужно было посетить россию именно поэтому мы алан я наш главный менеджер терри вонг приехали сюда я думаю настало время пожать руки с велоспортом и мы рассчитываем на большую совместную работу в будущем то есть вы считаете что велоспорт это хороший партнер после одного года совместной работы и хотите сделать дальнейшие шаги чтобы еще больше развить ваши взаимоотношения да потому что у велоспорта очень большой опыт по продажам топовых брендов как например кальнага и других итальянских и мы доверяем сотрудничеству с велоспортом в том что они смогут помочь продвинуть бренд пардус и помочь его развитию на россии и да я хотел бы добавить что велоспорт специализируется на шоссейных велосипедах и барду сейчас тоже более сфокусированы на шоссейных велосипедах если я правильно понимаю да именно так так что здесь я думаю все сходится почему вы работаете вместе да точно хорошо ну давайте поговорим о бренде пардус в целом ну а после этого поговорим о продуктовой линейке о конкурентах и о всяком другом у нас будет довольно интересная и насыщенная беседа да пардус эта часть группы тайшан спортс группа тайшан спортс была основана в 1978 году и соответственно имеет уже более 40 лет истории ну а пардус был основан в 2010 начинали мы с бизнеса у ем поставок и поэтому у нас большой опыт в производстве высококачественных карбоновых изделий а под своим брендом мы начали выпускать продукцию где-то лет шесть назад да сейчас мы больше фокусируемся на трековых велосипедах и на шоссейных велосипедах правда сейчас нас появился новый тренд потому что наши сети продаж присылают запросы на другие категории на прогулочные велосипеды и электробайки так что да мы не только мы отходим от производства только карбоновых велосипедов к алюминиевым и электробайкам то есть если я вас правильно понял в течение пары лет мы увидим новые модели электробайков но как насчет горных велосипедов их разработки например вашем ассортименте нет двухподвесных горных велосипедов если у вас планы на их разработку на самом деле у нас есть несколько классных проектов в разработке включая электробайки и двухподвесы честно говоря пару-тройку лет назад у нас был очень классный прототип двухподвесной модели мы собираемся вывести эту модель на рынок довольно скоро возможно даже в мае этого года мы представим много новых моделей на china cycle show включая электробайки и двухподвесы то есть возможно в следующем году мы увидим их и в россии нет да я думаю так а в этом году возможно видим даже электробайки это довольно интересно потому что знаете россия это страна в которой более популярен горный велосипед и конечно же все мы любим шоссейные велосипеды ваши модели spark и другие модели они очень классные конкурентоспособные на рынке ну по большей части в россии люди покупают горные велосипеды так что нам это тоже весьма интересно еще хотел бы вас спросить по поводу стратегии компании например до 2030 года я думаю вы знаете что вы планируете делать в ближайшем будущем и на дальней перспективе можете ли вы об этом рассказать да конечно прошедшие три-четыре года мы были более сосредоточены на нашем домашнем рынке я думаю что с 2010 года рынок спортивных велосипедов китая очень быстро рос с каждым годом у нас было увеличение более чем на 50 процентов 50 до 50 2010 года и особенно последние три года 2020 21 22 по пардус каждый год показывал рост практически на сто процентов так что после этого я думаю настает время фокусироваться больше на международных рынках и при этом не только на самих продуктах мы также уделяем внимание таким вещам как промоушен стратегия развития вот что нас интересует на международных рынках да и довольно интересно было бы поговорить о китае какие из брендов вы считаете своими конкурентами потому что когда вы говорите что становитесь с каждым годом все больше и больше и это хорошо но чьи куски пирога вы откусываете в кого вгрызаетесь очень хороший вопрос не хотите об этом рассказывать я думаю что бренд пардус особенный на китайском рынке если сравнить с некоторыми тайваньскими брендами например с джайант или миридой то они очень успешны и не только на домашнем рынке китая а также и на международных рынках они очень успешны и наверное даже в топ-5 брендов ходит по всему миру если смотреть на объемы продаж я думаю что проблема некоторых китайских брендов то что они работают больше как торговые компании им неинтересно тратить деньги и время на разработку продуктов и технологии но в пардусе мы каждый год тратим кучу денег и времени и труда наших инженеров на нашей фабрике работают где-то примерно 1200 сотрудников и больше 200 из них это инженеры да инженеры в отделе разработки так что я думаю что это главное отличие между пардусом и другими брендами из китая то есть у вас конкурентов нет в целом по сравнению с китайскими брендами да но по сравнению с джайант и миридой вы конкуренты да я думаю что домашний рынок китай и его емкость в плане велосипедного бизнеса она просто настолько огромна что нам даже не нужно себя с кем-то сравнивать и рост только увеличивается из разных вариантов покупатели сами выбирают наш поэтому мы даже не пытаемся бросать кому-либо вызов пытаемся работать сами и делать все по правильному ну а выходя за рамки китая кто ваши конкуренты на мировых рынках ведь если вы собираетесь стать глобальным брендом то вы должны понимать какие бренды будут вашими главными конкурентами я думаю стратегии здесь будет похоже на ту которую мы применяем на домашнем рынке потому что пардус это бренд новый и мы выходим на международный рынок то мы не можем конкурировать с некоторыми европейскими брендами потому что у них уже давняя история а также хорошо развитые сети продаж по всему миру поэтому свои стратегии мы фокусируемся на каких-то отдельных рынках и велоспорт в этом отличный пример это люди которые прекрасно понимают что мы делаем и хотят заключить длительные отношения с которыми мы можем вести сотрудничество длительное время я не могу сказать что в следующем году займу часть рынка той или иной страны такого мы сказать не может мы пытаемся найти партнера который понимал бы стратегию нашего бренда да вот так мы стараемся поступать в прошлом году мы разговаривали с владимиром о пардусе в том ключе что это как некая революция на рынке во всяком случае это так звучало и у того видеоинтервью было огромное количество просмотров для моего канала потому что люди чувствуют подобные вещи что пардус в некой степени как выше рынка из-за своего нового подхода к продажам на рынке так что я думаю что это как новая страница велосипедной индустрии следующий блок вопросов о процессе производства на фабрике и подобных вещах потому что как мы знаем пардус производит на фабрике тайшан да так что в том что касается например общего количества это я думаю не самая большая фабрика в мире если мы говорим о производстве именно карбоновых велосипедов то она одна из крупнейших правильно да у нас две фабрики одна фабрика открылась в 2010 году самом начале когда мы только основали бренд пардус у нас тогда была уже карбоновая фабрика и теперь у нас есть еще вторая фабрика производства на которой начинается я думаю уже в следующем месяце в начале апреля и общий объем производства на этих двух фабриках может достигать 200 тысяч карбоновых велосипедов до карбоновых велосипедов сборе в год 200 тысяч а знаете ли вы цифры главных производителей велосипедов в мире таких как например merida или giant сколько карбоновых велосипедов производят они чтобы можно было оценить насколько вы большие на их фоне честно говоря мне кажется у merida нет своей собственной фабрики по производству карбона а вот у giant у них есть своя фабрика по производству карбоновых изделий в тайване туда поэтому нелегко назвать какие-то точные цифры да у giant в общем есть карбоновая фабрика на тайване и в китае тоже так что думаю они производят где 300 400 тысяч в год то есть вы довольно близки к одному из крупнейших производителей в мире да я думаю мы где-то в десятке лидеров по миру да представляю что когда вы выйдете на рынок двухподвесных байков да что касается фабрик то да да с двухподвесными байками я думаю вы увеличите свои объемы также заодно расширяя свою линейку продуктов итак у вас своя фабрика в китае да по производству карбоновых велосипедов именно там вас полная линия сборки или вы там производите только скажем рамы на вашей фабрике и затем отправляете на какие-то другие фабрики для сборки готовых велосипедов или у вас там своя полная линия сборки и у нас на фабрике своя полная линия сборки мы производим карбоновые компоненты карбоновые рамы и собираем все это на месте да то есть все у вас внутри да все у нас на месте хорошо но если сравнивать вашу фабрику например с другими китайскими фабриками и тайваньскими фабриками какую разницу вы могли бы назвать Между этими двумя разными типами фабрик, китайскими и тайваньскими. Думаю, тут нужно взглянуть назад, лет на 20-30, когда производство велосипедов выходило из Европы, из Италии, из Германии. Первые шаги по переносу производства были в Тайвань. И поэтому у тайваньцев есть очень большой опыт. Они знают, как организовывать и управлять всем, что окружает фабрику, цепями поставок, каждой мелкой деталью. Они все еще в этом лидируют. И в этом они лучше, чем, например, даже наша фабрика. Поэтому нам у них стоит поучиться. Это главное различие. Но если говорить о технологиях и производственных мощностях, то тут, я думаю, мы схожи. То есть главное отличие в управлении. А когда вы совершали только первые шаги в вашем развитии, вы нанимали людей из тайваньских фабрик, чтобы наладить свой процесс, производство? Да, в 2010 году, когда мы открывали фабрику, мы пригласили более 20 инженеров из Тайваня и менеджеров, чтобы они помогли нам организовать наше производство. А теперь у вас получается более 200 сотрудников в отделе разработки. Да. Инженеры, разработчики. Да. Насколько я понимаю, Тайшан — это фабрика, которая производит не только велосипеды для бренда Pardos. Да, именно так. Могли бы вы назвать хотя бы процент от общего количества производства между брендом Pardos и другими брендами? Примерно где-то 80%. Это наши ОЕМ-заказчики. То есть 50 на 50? Не, 80. А, 80-20. То есть бренд Pardos занимает всего лишь 20% от общего производства на фабрике. Да. С каких континентов, например, эти остальные бренды, для которых вы производите? Ну, это непросто обсуждать другие бренды. Я же не прошу называть эти бренды. Только откуда они? Ну, там, из Европы, из Америки, там... Бренды топовых уровней. Вы их не можете называть, да? Не, ну, конечно, не можем. Мы в основном о развитии нашего бренда думаем. О других говорить не можем. Я думаю, мы одна из лучших ОЕМ-фабрик для производства двухподвесов и электробайков. Карбоновых электробайков. И карбоновых двухподвесов. Мм, здорово. Не переживайте, что не смогли ответить на этот вопрос. Я думаю, все понимают, почему. Следующий интересный блок вопросов о продажах в России. Вы приехали сюда не только же для того, чтобы просто пожать руки с компанией Велоспорт. Какие у вас планы? В общем, по работе бренда Пардус в России, какие у вас основные планы? Ну, знаете, Велоспорт — это наш очень близкий партнер. И сотрудничество с Велоспортом нас очень воодушевляет. Так что, думаю, в ближайшем будущем мы планируем привезти больше новых моделей, новые продуктовые линейки на рынок России. Так, например, электробайки или новые разделочные байки. Есть у нас такие проекты. А также у нас есть очень хороший план о том, чтобы возможно вложиться в развитие российской велосипедной команды совместно с Велоспортом, нашим близким партнером. Правда? В ближайшем будущем — да. Это будет разумно. А не планируете ли вы, например, открыть специализированный магазин бренда Пардос в сотрудничестве с магазином Велоспорт? Или нет? Честно говоря, я думаю, Владимир сможет ответить на этот вопрос. Ну да, планы у нас есть. Есть у нас планы. Была у нас вчера встреча, которая в 9 вечера закончилась. Мы сидели и очень много разговаривали. Да, все очень детально обсуждали. И составляли план на ближайшие 5 лет. То есть сейчас это пока еще внутренняя информация, закрытая. Ну да, для нас она внутренняя, но если вы попробуете, если я спрошу Владимира, может он об этом расскажет? Да, конечно. Может, вы знаете, в России очень популярен сервис, который называется Алиэкспресс. Да. Ну а в мире он известен как Алибаба. Или там, ну да, Алибаба и все такое. Большинство китайских брендов там продаются. И продают оттуда даже в Россию. Я не думаю, конечно, что эти бренды вам конкуренты, но буквально чуть ли не каждый бренд там продается. Что вы думаете, какова ваша позиция по поводу подобных площадок? Потому что это очень классный вопрос. Да. Но я могу поделиться опытом только с нашего домашнего рынка. Потому что в Китае, особенно последние 20 лет, продажи из Алибабы переместились больше в WeChat и TikTok. И подобный тип продаж, он меняется каждые 3-4 года. Каждые 3-5 лет появляются новые приложения. Так что для людей из Китая, мы как производитель велосипедов, я думаю, что велосипеды нельзя просто продавать онлайн, потому что нужно обслуживание и нужна помощь профессионалов. Поэтому, что мы делаем в Китае, мы как бы можем продавать на онлайн-платформах, но при этом сам заказ отправляем в велосипедный магазин для обслуживания и продажи. Так мы делаем в данный момент. А также мы развиваем это современный подход. Да. Мы не можем просто давать более дешевую цену покупателям при онлайн-продаже. Мы должны сфокусировать наше внимание на велосипедных магазинах, а не на онлайне. Да, потому что после продажного обслуживания сервис, все это очень важно. А также и опыт тоже очень важен. Да, хорошо. Я помню, когда разговаривал с Владимиром в прошлом году, я в том видео сказал, что Пардус это конкурент таким брендам, как Савва, Твиттер. И он ответил, что? О чем ты говоришь? Они даже не рядом. Это совсем не про эти бренды. Каковы главное отличие бренда Пардус от подобных брендов? Пардус и остальные. Еще один хороший вопрос. На самом деле, я очень уважаю такие китайские бренды, как Савва. И что там еще было? Савва? Что там? Савва. Да, Савва. У них также очень большое производство карбона в Китае. Но они больше нацелены. Их стратегия в том, чтобы использовать более низкие цены для более начального уровня. И не только на домашнем рынке, но и на международных. Я не могу сказать, правильно это или нет, но это просто другая стратегия. Другая стратегия по сравнению с Пардусом. Мы больше стараемся фокусироваться на... Если мы жмем руки с нашим дистрибьютором, то мы надеемся, что будем работать долгое время. Мы не рассчитываем на то, что магазин в этом году откроется и в следующем уже закроется. То есть мы... Как бы это сказать? Мы бы хотели, чтобы местный рынок рос, чтобы росла велосипедная культура, и мы хотим расти вместе с этим рынком. И мы в Пардусе нацелены на разработку новых продуктов и велокультуры. Так что на самом деле это другая стратегия. Другие планы. Также вы можете видеть, что мы тратим много времени и денег на спонсорство профессиональных команд и работу с ними. И стараемся разрабатывать новые велосипеды и новые технологии. Не все китайские бренды думают о подобных вещах и делают это. Да, и думаю, что на рынке сейчас есть очень хороший опыт, например, такой бренд, как Каньон. Каньон Байкс. Да. И когда они начали продавать свои продукты покупателям напрямую, это был 2010 год. то есть около 12 лет назад. И только где-то посередине, примерно в 2015, они стали превращаться в большой и очень хороший бренд. Так что я думаю, что вы также проходите подобную стадию развития, потому что у вас также есть новый подход к продажам, и поэтому я довольно-таки уверен и довольно-таки убежден в вашей позиции, что вы должны развивать свой бренд, исходя из сильной позиции, чтобы он не становился таким, не знаю, как бы сказать, дешевым китайским производителем карбоновых рам. Да, мы не хотели бы вешать на наши продукты такой ярлык. Но также мы видим, что байки за этот прошедший год, что люди протестировали эти байки, попробовали, покупали много таких моделей, как Робин Спорт, Супер Спорт и другие модели, и люди говорят, что вау, за такую цену это да, работает хорошо, да, это фантастический продукт. И для России это также актуально, потому что зарплаты у нас не особо-таки высокие у людей. А им бы хотелось попробовать карбоновый велосипед за в целом разумные деньги. Что ж, итак, кажется, больше вопросов у меня нет. Если у вас есть вопросы ко мне, то вы можете их задать. Ну ладно. Не-не-не, у нас вопросов нет. Погоди, я же видел у тебя в списке были еще вопросы про переключения, про L2. Про что? Про L2, про трансмиссии. Про группсеты. А, простите, конечно, ты его забыл. Да-да, конечно, я там-то удалю. Также у меня есть вопрос по поводу компонентов, потому что в основном мы видим только компоненты Shimano на велосипедах Pardos. Такие группы, например, как Tiagra, 105, Ultegra, GRX 400, ну а также SRAM. Да, и немного SRAM. И вот, какие у вас есть планы или что вы думаете о некоторых китайских брендах, специализирующихся на компонентах? Например, L2, Sensa, или, может быть, тайваньская Microsoft. Да, Microsoft. Большая часть китайских брендов-компонентов была основана за прошедшие 10 лет. И особенно последние несколько лет они очень быстро растут, потому что поставки Shimano стали очень сложными. Сроки доставки в то время могло быть дней 300. И это дало им возможность очень быстро вырасти. У меня очень хорошее отношение и контакты с компанией L2, так что, возможно, в этом году, этим летом, они выпустят новую электронную группу, типа как Shimano D2, выпустят свою систему электронного переключения. Я видел демонстрационные образцы, и они очень хорошие. Так что, возможно, в будущем мы попробуем использовать систему электронного переключения L2 на наших байках. А также видели ли вы, что буквально пару лет, то есть пару дней назад, Shimano представили новую экосистему Shimano QS? Да, да, конечно. Что вы о ней думаете? Поменять ли она что для производителей? Потому что, как я считаю, это в первую очередь хорошо именно для производителей, потому что вам не нужно, ну то есть Shimano не нужно производить целую кучу разных групп, таких как Tiagra, Dior и куча всего остального. Да, я думаю, что это хорошо для производителей велосипедов, потому что по Shimano у нас сейчас очень много ассортиментных позиций. Да, ну а теперь нам будет проще выбирать систему переключения, количество передач, они покрывают все, начиная от 8, 9, 10 скоростей в системе QS. Я думаю, что что-то очень хорошо для покупателей, для производителей, для магазинов, это легче продвигать и объяснять, как устанавливать и как использовать систему QS. То есть сейчас пока это не очень интересно для производителей, или как? Не, мы уже разместили, то есть мы знаем систему QS уже больше года, и мы уже разместили свои заказы. Так что да, план у нас на нее есть. То есть в ближайшем будущем некоторые байки будут и на системе QS? Да, да, рано или поздно. Мы их увидим. Да. Вы уже сказали по поводу L2, а что насчет Sensor? Потому что Sensor, знаете этот бренд? Да, конечно же. Они в 50 километрах от моего родного дома. Правда? Что о них вы думаете? Что у них? Слишком низкое качество для вашего уровня производства? Да. Дело в том, что обычно мы выбираем поставщика и компоненты, основываясь на качестве и показателях. Если качество и показатели достаточно хороши и достигают наших стандартов, то мы всегда готовы их попробовать. Готовы попробовать и наши двери всегда открыты для новых партнеров. Хорошо. То есть, если какой-нибудь Уэймный заказчик придет к вам и скажет, я бы хотел сделать велосипеды с трансмиссией Sensor или L2, то вы это одобрите и никаких проблем собрать велосипеды на таких компонентах не будет? Нет, это уже зависит от... Да, зависит, потому что самое важное это качество и надежность. Ну и качество работы, конечно. Ну что ж, теперь, я думаю, у меня не осталось больше вопросов. Хорошо, потому что вы ответили на все мои вопросы очень широко. Да, спасибо. Спасибо за уделенное время. Это вам спасибо. И спасибо за то, что приехали в Россию. Я думаю, что компания Велоспорт. Да, для нас было очень интересно посетить российский рынок, нашего партнера, приехать к Владимиру и подружиться. И чтобы все увидеть, да, это было очень приятно. И мы верим, что этот рынок это хороший рынок. И мы уверены, что сможем вырасти вместе с российским рынком и вместе с компанией Велоспорт. И скажите, прав ли я, что у вас есть некие ограничения на выезд из страны? Ну, я думаю, во время проблем с ковидом, особенно в конце года, да, правительство открыло, 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 да, довольно непростой момент для таких поездок. То есть, это не первая ваша страна, которую вы посетили после ковида? Нет, но зато самое важное. Да, конец декабря и январь это самое сложное время для нас. От шести до восьми недель. Ну, а теперь все, вернулось в норму. Можно нормально работать и путешествовать везде. Я, в принципе, под большим впечатлением от разговора, потому что ребята вообще по сути ничего не стеснялись. Ну, не то, что не стеснялись, они не ограничивались какими-то шаблонами, что, мол, мы про это не говорим и так далее. Безусловно, про бренда они не сказали, но в целом просто шикарное интервью.